Продолжение следует... Мы сегодня сделаем массу интересных вещей, будем общаться с роботами и сравнивать их с людьми с точки зрения выразительности, давать оценку эмоциональности и полезности того опыта, который вы увидите сегодня для себя. Мы научимся проектировать и конструировать недорогие, но очень эффективные суфлеры, узнаем как ими можно управлять, изучим механизмы успешного выступления на вебинаре, потому что одного суфлера мало и узнаем о совершенно новом и необычном онлайн курсе. У кого-то из вас возможно возник вопрос, почему мы выбрали именно вебинары, а не что-то другое в онлайн. Давайте сейчас, коллеги, посмотрим на вот этот онлайн опрос российских соискателей. Я выбрал только некоторые слайды. Вот, например, коллеги, если посмотреть, где стоят здесь вот эти смайлики, это то, что сделал я, вот эти смайлики, они показывают те курсы, направления подготовки, которые связаны с публичным устным выступлением, умением говорить. Это и языки, и развитие личной карьеры, и так далее. Вот эти смайлики, это то, где требуется умение выступать. То же самое на примере, какие темы по направлению личной эффективности, личной мотивации, национальный интеллект, управление стрессом, тайм-менеджмент. Везде требуется умение убеждать, ясно выражать свои мысли. В то же время, если мы посмотрим на интерес по обучению и тренингов российских спикеров и бизнес-тренеров, очень мало тех, которые интересуют наших коллег, знают и интересные российские спикеры, всего 34% всех опрошенных, это 3529 человек. Можно сделать предположение, что наши тренеры плохо говорят, малоизвестны, они не пользуются спросом. Если посмотрим на конкретно рейтинг российских бизнес-тренеров для обучения, мы увидим следующую интересную вещь. Я бы вот хотел выделить здесь Радислава Гондопаса. Посмотрите, вот то, как он с помощью кликера читает подписи к своим слайдам. Сзади него большой экран, а он использует текст. Это я заметил. Многие этого не видели, а я это заметил. Вот снизу, где красная стрелочка, там текст, подсказки. Это очень помогает поступающим. Если посмотреть на рейтинги зарубежных бизнес-тренеров, вот, например, Брайан Трейси, он сейчас 100%, коллеги, если посмотреть эту запись, видеозапись я готовил, он читает телетекст. И у него глаза смотрят на вас. Вот так же, как и сейчас на нижний снимок справа, Тони Робинс тоже читает. Ицхак Адизес не читает. Я посмотрел, он говорит с головы, без подсказок. Но таких очень мало, которые помнят хорошо свой текст. Если поговорить, как эти суфлеры, можно прочитать что-нибудь, я нашел всего лишь один учебник по суфлеру. Вот он сейчас на экране. И он приготовлен не для вебинаров, не для онлайн выступлений, а для оперы. Кроме того, я перед встречей с вами попросил рецензентов, и вот вы сейчас видите рецензию на этот вебинар, Александр Стержантов. Он потратил на меня время, я ему рассказал, как работает мой суфлер. То есть у меня сегодня не просто мой поток сознания работает, но есть такая положительная рецензия, где выделяет Александр экономический фактор. Я спросил у него, оказывается, он купил очень дорогой суфлер за 20 тысяч рублей, есть еще дороже. И говорит, да я бы мог сделать то, что показали вы, было бы то же самое и даже лучше. А теперь, коллеги, я бы хотел показать вам вот это введение от моего робота. Давайте-ка мы его сейчас посмотрим. Это мой помощник азиатского вида, он сделает короткие вступления вместо меня. И после этого выступления попрошу вас ответить на вопрос, что общего между роботом, вот это робот, я его назвал Бюн, по моим орициалам, И вот этим человеком, который вы сейчас увидите, это полторы минуты потребует, прошу вас оценить. Привет, я Джон Грин, и сегодня последний выпуск ускоренного курса мировой истории, не потому что мы достигли конца истории, а потому что мы достигли конца истории. Здравствуйте, друзья. Я помощник Юрия Белоножкина. Сегодня мы будем говорить о том, что появилось в результате длительных экспериментов и глубокого анализа того, как проводят вебинары и что советуют профессионалы сценической речью и профессиональные дикторы. Один из способов показаться аудитории компетентным, говорить уверенно. Если человек смотрит прямо на слушателей, не отводит глаз, не прячется за свои бумаги, то его сообщения воспринимаются, как заслуживающие доверия. Кроме того, психологи установили, что ощущение доверия надежности получаемой от оратора информации возрастает, когда человек говорит быстро. Скорость речи нужно удерживать в пределах 120-180 слов в минуту. Однако, такую роскошь, как речевые ошибки лучше в публичных выступлениях не позволять. Еще советуют ни в коем случае не читать речь по бумажке. Человек, который не может свободно говорить на определенную тему, явно не является ее знатоком и экспертом. Но при этом забывают, что и запомнить длинный текст бывает очень сложно. Поэтому сегодня мы будем говорить о таком необычном явлении, как телесуфлер, но не где-нибудь, а на вебинаре. Отлично. Ну что, друзья, что общего между этими двумя персонажами? Это я сделал ролик. Они оба говорят. Это общее. Правильно. Спасибо, Наталья. Как они оба говорят? В чем у них общее? В чем у них одинаковость, на ваш взгляд? Один – это робот, другой – живой человек. Что, на ваш взгляд, общего? Они говорят быстро, совершенно верно, Константин. И они оба действительно смотрят, они действительно смотрят в камеру, вот пишут. Марина, здорово, что Бюн говорит. Да это не мой голос. Это голос робота, Марина, дорогая. Руки свободны. Замечательно. У них руки свободны. Открытые жесты. Отлично, друзья. Я вижу, вы уже становитесь экспертами. Отлично. Но лучше всего вот сейчас вам посмотреть конечный продукт. Я сейчас покажу вам. После просмотра, он тоже очень короткий. Прикинуть, насколько это трудозатратно. Я очень уважаю тех, которые много пишут и так, и сяк можно. Но еще больше ценю тех, которые знают цену, результаты, трудозатраты в человека часах. И второй вопрос к вам уже, как к экспертам. Насколько полезно вот такое вот видео? Сейчас я запущу. Люди любят смотреть на огонь, поскольку в генной памяти огонь якобы связан с общением и познанием нового. Это миф. Познание происходит в лекциях, форумах, конференциях, процобраниях. Еще выделяют познание без живого общения, через изображение, живопись, книги, кино. Какое познание лучше? В 1984 году педагог-психолог Бенджамин Блюм опубликовал исследование, которое назвали «проблемой двух сигмблюма». Среди всех видов воздействия, согласно этого исследования, выделяется непосредственный контакт, живое общение, обратная связь. Вы знаете, сегодня появились даже имитаторы живого общения, боты. Так вот, среднеобучаемый с обратной связью получает результаты на два стандартных отклонения, на две сигмы лучше, чем без обратной связи. Согласно журнала «Прикладной психологии», кульминация живого взаимодействия в онлайн происходит в вебинаре. 94% всех обучаемых в онлайн предпочитают живую обратную связь. Так можно оперативнее и лучше соответствовать требованиям работы. Результаты достигаются на 17% лучше, чем за счет только контента и тестов. Как показал опрос Американского общества по обучению и развитию среди 2500 компаний, обучение с живой обратной связью дает на 218% больше доход на одного сотрудника и на 24% больше прибыли. Вебинары создают комплекс естественного взаимодействия между участниками. Успех вебинаризма включает три фактора. Фактор первый – содержательный. Это убедительная речь, иллюстрации, взаимодействие. Второй фактор включает рекламу, организацию проведения и анализ результативности. Фактор третий – технический. Включает выбор платформы и оборудования, правильные настройки камеры, света, звука. 200 собственных вебинаров. Просмотр тысяч вебинаров коллег дают знания успеха, поэтому разработан онлайн-курс «Эффективный вебинар. Проектирование, продвижение, проведение». Ваш успех гарантирует экспертность и персональный подход при решении ваших задач. Итак, друзья, спасибо за ваше внимание. Я повторю вопрос. Оценка трудозатрат больше 48 часов. 48 часов? Ну, если час специалиста стоит примерно 2000 рублей, это же 3 дня или 2. Ха-ха-ха. Так, ну хорошо. Я не ожидал таких оценок, но это оценки. Вы знаете реальную жизнь, вы знаете то, о чем. Ну, и второй вопрос. Видеомонтаж простой. Так, спасибо. Спасибо. Кстати, Оксана, спасибо, что вы заметили. Робот воспринимается плохо. Мимика минимальная. Специально его привлек, чтобы вы критически к нему отнеслись. Это не эмоция. Робот – это не топ. Ну, что, друзья, я теперь скажу, поскольку ролик делал я сам. Да, еще, насколько эффективен этот ролик, насколько он дает понимание смысла. Я сейчас в этом ролике представляю мой онлайн-курс. Извините, что это реклама, но вы все взрослые люди, рекламу это тоже надо. Да, и насколько он дал вам ощущение полезности от того, о чем я говорю. Насколько он был восприимчив для вас. Немного реклама. Так, это и была реклама. Валерий, это и была реклама. Это рекламный ролик, но он был сделан суфлером. И я использовал Камтазию, многие слышали, я ее использовал. Кстати, Камтазия будет и в этом онлайн-курсе мной даваться тем, кто хочет. Я скажу, вот такой вот сюжет. Если у вас нулевые познания, нулевые познания в Камтазии, но вы знаете, где брать графику, как ее обрезать, как там тексты вводить, я на Камтазии научил бы вас сделать такой ролик за два часа. Я сам потратил на него четыре часа. Ну, правда, я Камтазией владею в совершенстве, можно сказать. Но это не значит, что вы не сможете. Вот этот сюжет вы бы смогли. Вот, вот, суфлер, это прям вы. Ну, как, что значит суфлер? Не понял, Наталья. Это говорю я, суфлер у меня, суфлер, о котором мы сегодня и поговорим. Спасибо, Константин. Вот такое хорошее сопровождение, речи, аудиалы и визуалы, действительно, оно, на мой взгляд, работает, и мы, суфлер похож на вас, так это я говорю, Наталья, дорогая. Вот это говорит мне робот, это говорю я моим собственным голосом. Ну, теперь я хочу вернуться к презентации. Мы идем дальше. Спасибо. Вы все больше становитесь экспертами, и вы увидели ролик, который я создал один, в одиночку, без помощников. Ну, может быть, не три-четыре часа, может быть, пять часов. Я еще думал, как что сделать. Но мне потребовалось для этого домашнее, вот я сейчас нахожусь в домашней видеостудии, я покажу вам стоимость этой студии. Ну, как вы думаете, я слышал, что хорошие студии, ну, даже, может, средние, это где-то полумиллиона рублей, это не считая площадей. У меня всего стоимость около 15 тысяч рублей, а может быть, даже и меньше. Эффекты есть? Есть. Прежде чем говорить о технических моментах, я хотел бы рассказать вам очень краткую, но интересную историю о том, что дает невербальное воздействие в обучении. Есть такие исследователи, они зарабатывают деньги на этом, на невербальных техниках Барбара и Аллан Писса. Они провели эксперимент, в конце которого выяснилось, что и сила объема взаимодействия между людьми 83%. Это невербальное общение. Что они сделали? Они отобрали, разделили на 4 класса 80 студентов университета. Это Мэривилл. Сами понимаете, что такие опыты на бизнесменах, на сотрудниках провести было бы гораздо тяжелее. Студенты каждого класса посещали занятия. Так вот, в двух классах ораторы активно применяли методы невербальной коммуникации. У двух других ничего не применялось. Содержание всех презентаций дословно одинаковым, изложенное на слайдах в PowerPoint. Время показа слайдов также было идентичным. Разница была только в манере изложения, подачи информации. Поскольку невербальные аспекты коммуникации состоят из многих, подчеркиваю, специальных элементов, то мы сейчас коснемся только небольшой группы. Четыре аспекта. Первый. Взгляд ораторов. Так вот, два оратора, которые работали по невербальным схемам, поддержали постоянный визуальный контакт со студентами в течение всей презентации. Два других спикера на студентов практически не смотрели, смотрели на свои слайды и извинка окидывая взглядом аудиторию. Второе. Голосовая интонация. При выступлении невербальная группа рассказывала все эмоционально и с голосовыми акцентами. Речь второй группы была монотонна, без особых эмоциональных окрасов. Третий элемент. Жестикуляция. Группа ораторов, внедряющая невербальные аспекты, активно что-то изображала в пространстве, открывая ладони к слушателям. Вторая группа руки постоянно держала на трибуне перед собой, изображая сдержанное деловое общение. И четвертый элемент. Мимика спикера. Первая группа меняла выражение лица в зависимости от излагаемой информации. Вторая группа все делала спокойно, без особых мимических акцентов. После презентации студенты прошли тестирование, по итогам которого стало понятно, кто и что из этой презентации запомнил. Студенты, перед которыми активно задействовалась невербальная психология общения, получили на 30 баллов больше, чем те, где ораторы информацию преподносили через чисто вербальное общение. Разошлись мнения слушателей о самих ораторах, о их личностях. Студенты, на которых оказывалось невербальное воздействие, утверждали, что рассказчики всем своим видом убеждали в своих знаниях, что они им доверяли, что они чем-то зацепили, поэтому их внимательно слушатели. Студенты, на которых никаких воздействий не оказывалось, не проникли с доверия к ораторам, практически их не слушали и не вникали в суть информации. Они говорили, что ораторы были неубедительны и что им было скучно. Дорогие коллеги, вывод. Когда возникает необходимость донести до окружающих какую-то информацию важную, нужно подкреплять устное изложение невербальными жестами своего тела. Вы сейчас наверняка думаете про себя, есть ли у меня у самого такой опыт в вебинарах с суфлером? Может быть я просто теоретик? Телепромтеры бывают студийные, стационарные, статичные, габаритные. Их нельзя быстро разобрать, это не наш случай. Для конференций и публичных выступлений важных лиц используют такие презентационные, это птиклон, через которые все видим, а выступающий видит текст. Такие вот напольные установки, тоже не наш случай. Есть универсальные мобильные телесуфлеры. Их можно использовать в полевых условиях, вне студии, приносить чемоданчики. И вот эти мобильные для нас наиболее интересны. Их можно легко транспортировать, они мало весят. Их, чтобы не было засветки, часто используют особо яркие мониторы. Скажу сразу, это проблема. В солнечный день очень тяжело прочитать. И пошли сейчас планшетные телесуфлеры, мы тоже их коснемся. Еще есть одна сложность поиска универсального программного обеспечения. Мы все это рассмотрим. И вот теперь я хочу рассказать и показать секреты правильного. Мы переходим уже ко второму вопросу основному. Как правильно выбрать суфлер? Причем так, чтобы можно было его не просто купить, а можно и сделать самостоятельно. Обращаю внимание, что это не те сведения, которые есть в интернете. Они очень часто не отвечают законам убедительной речи. Дело в том, что в сети много советов тех, кто рассказывает о самодельном телесуфлере с постоянной скоростью показа текста. А это неприемлемо для убедительной речи. Живая речь не монотонна, в ней всегда изменяется темп. Еще в ней бывают паузы. Вы уже знаете, что на телевидении есть специальный человек для этого. Оператор телесуфлера. Почти театральная профессия. Я вам расскажу, как обойтись без этого оператора и при этом сохранить речь яркой и живой. Ну, примерно как у меня. У вас это будет наверняка лучше. Но скажу, как избежать бегания глаз. Многие вот эти советчики в интернете не касаются этого момента, а очень видно, что глаза читают и видно, что читает человек. И некоторые мои ноу-хау я вам раскрою. Но не будет предлагаться дорогостоящей техникой программы. И даже если вы гений ораторского искусства, вы узнаете много ценного, кроме суфлера. Так вот, где же взять правильный суфлер? Как его настроить так, чтобы речь оставалась яркой, динамичной? Вот эти все секреты я пересказывать не буду, которые существуют в интернете. Это было бы нелепо, их очень много. Во-вторых, у каждого свои условия. У каждого из вас, как технические, так и разная площадь. У каждого свой бюджет, своя задача. Это тоже нормально. Поэтому будет полезно рассказать о примере, в котором вы возьмете и синтерполируете мой опыт. В нем есть нечто типичное, универсальное для всех. А есть и особенное. Ваша экономия будет многократной, коллеги. И за один вебинар, конечно, все нюансы не перескажешь. Однако, если кто-то из вас задаст конкретный вопрос, я обязательно постараюсь дать конкретные рекомендации. Итак, коллеги, как я часто люблю говорить, не только студентам, но и в деловых отношениях, все заключается в правильной постановке задачи. Моя задача заключалась в следующем. Обеспечить профессиональное проведение выступлений в ходе вебинаров. Но не только, а также при создании учебных фильмов, которые вы видели. За счет чистой и правильной речи. Без заучивания текстов на память. И без монтажа голоса в ходе постопроботки. Это тоже каторжное дело, потом некое не вырезать. При этом глаза должны смотреть зрителю. Точнее, в объектив камеры, а не куда-то все время в сторону. Речь должна быть не монотонна, не с постоянной скоростью. Температрии должны произвольно меняться. Руки должны быть свободны большую часть времени. Это все выполняться должно без помощников. При минимальных затратах. Вот она, минимизация. И на площади небольшого стола. Вот этот мой стол. Применение треноги при этом исключено, поскольку впереди стена. Сзади зеленая ткань. Вот я сейчас так и сижу. И загораживать экран впереди треногой нельзя. В итоге она оказалась лишней, но она пригодилась как держатель заднего освещения при работе с хромакеем. Вот вы сейчас его тоже наблюдаете. При хромакее есть отдельная история, которую я тоже поведаю в моем курсе эффективный вебинар. Итак, я сейчас уже раскрываю мои тайны. Для решения задачи, как учит теория, да и в принципе здравый смысл, всегда существуют ограничения. Выше потолка не прыгнешь. Начальные ограничения оказались следующие. Неплохие в принципе. Это веб-камера Logitech C920. Обычный ноутбук. Стандартный ноутбук не совсем слабый. Для контроля процесса еще есть внешний второй монитор. А для просмотра текста я использую смартфон Samsung Galaxy G360H. С небольшим экранчиком 4,5 дюйма. Разрешение 480 на 800. Это примерно 6 на 10 сантиметров. Вот это маленькая штучка. На близком расстоянии это 60 сантиметров от объектива до моих глаз. Такой размер подходит, коллеги, идеально. Покупать планшет не требуется, иначе глаза будут бегать. Я пробовал это. Вот именно небольшой смартфон. Правда, совмещение функций телесуфлера и телефона добавляет еще одно ограничение. Никаких звонков быть не должно. Почему именно эта камера? Потому что она у меня оказалась в наличии. В вашем случае могут быть совершенно другие варианты. Так вот, на этом состав железа, коллеги, закончился. Это минимум. Хотя, думаю, вот тут уже подсказывают и свет, вы наблюдаете его, и свет это отдельная тема. Я тоже решил ее своими руками, не тратя большие бюджеты. Я все сделал своими руками. Тут даже не в своем мастерстве и надо. Потратил сотни часов, займет совершенно небольшое время. За пару-тройку часов вы можете решить ту же самую задачу. И можно и на мониторе внешнем сэкономить, просто потребуется небольшая ловкость. Теперь расскажу, как же была решена поставленная задача, сделать ее самому с учетом моих ограничений. Мог бы спросить, какие у вас есть версии, но мне кажется, что вы уже поняли, вот уже Александр подсказывает, решение уже понятно. Вот если вы уже уловили суть моей идеи, напишите цифру 1, если не уловили, напишите цифру 2. Итак, выбор телефона. В вашем случае может быть планшет. А, спасибо. Но начну все-таки с главной триги. Через какое приложение? Сейчас скажу, это Simple Teleprompter. Сейчас расскажу, почему. Для создания телесуфлера потребуется, коллеги, стекло. Вот это вот самое. Я сейчас не буду рассказывать историю. Есть специальный ролик. Вот это мой первый телесуфлер. Вот он стоял на треноге. Все это было плохо. Я нашел потом лучшее решение. Вот это стекло. 90 евро, одно стекло только стоит, без стоимости пересылки, коллеги. Это дорогущая вещь. Я скажу, как я решил без эту проблему. Вот это решение. Вот это стекло располагается после камеры перед смартфоном или планшетом под углом 45 градусов. Масса описаний есть в интернете, как это сделать. Я выявил вот эту неприятную деталь, о которой никто не говорит почему-то в интернете. Вот на простом, обычном, тонком стекле от фоторамки, многие советуют, буквы раздваиваются. И становится очень сложно читать этот отраженный текст. Особенно при правильном, как сказали, ярком освещении, этот дефект мешает еще больше. Вот вы увидели мою первую версию на треноге. Дойти полупрозрачное зеркало невозможно. Или очень дорого. Нереально. Есть советы в интернете, как самостоятельно нанести серебро путем осаждения из раствора азотно-кислого серебра. Или приклеить отражающую пленку из автомагазина. Я эти варианты не пробовал. Мне показалось, это все не стоящим моих усилий. Так вот, через год мучений с первой версии она тоже работала. Я нашел, коллеги, как избавиться от этого раздвоения текста, бойное отражение. Нужно всего лишь использовать затемненное, видите, оно слегка затемненное, и более толстое стекло. Вот такой вариант резко увеличивает четкость текста даже при ярком освещении. Вы, наверное, подумаете, что будет снижение силы света потока. Не переживайте, это компенсируется за счет автоматической подстройки яркости в веб-камере. Она сама настраивает яркость, и это никак ей не мешает. Вот это, коллеги, идеальный выход. Где найти это стекло? Оказалось, оно есть не в каждой стекольной мастерской. Что делать? Нам поможет вездесущий интернет, найдите стекольные мастерские по интернету в своем городе, позвоните, чтобы зря не ездить, и задайте им один вопрос, есть ли такое стекло? Я нашел такое у себя в городе после четвертой попытки. Это, казалось, повезло не так далеко, и вам тоже повезет. Это размер 20 на 15 для моего случая, потому что у меня смартфон и небольшой корпус на уровне глаз, он не мешается на столе. И вот такие стекла мне достались, аж два штуки, совершенно бесплатно. Они сказали, нам это не надо, это мусор. Хотя рамку покупал первоначально за 150 рублей. Коллеги, вот такие нюансы мы рассматриваем на моем вебинаре индивидуально. Дальше начинается несложная конструкторская часть, о которой я сейчас вам немного расскажу. Напомню, я нехитрый смысл. Любой суфлер самодельный или готовый включает стекло, размещенное по-другому 45 градусов в некоем корпусе. Ниже стекла экран с этим зеркальным текстом, с перевернутым. Что же это за корпус? Так вот, я придумал, размышлял, пробовал и придумал использовать в качестве корпуса хозяйственный пластиковый контейнер за 250 рублей. Вот такой контейнер, у которого я болгарочкой отрубил под углом верхнюю часть. В сети, коллеги, вы найдете и другие варианты. Например, из коробочки для CD-дисков, металлические каркасы, сверху черную ткань от засветки, железные конструкции для ноутбуков. И уже получается, нужно две-три ноги использовать, одна для камеры, одна для суфлера. Вот для моих условий, с моим столом, все решено, суфлер не пылится, корпус исключает попадание прямого яркого света, который бликует на стекле. Этот суфлер перемещается по высоте, не требует никакой треноги, не загромождает поверхность моего стола и не мешает смотреть на мои оба экрана. Для подвешивания суфлера я использую дешевую селфи-палку за 100 рублей. Они, оказывается, уже 100 рублей стоят. Самое сложное в конструктивной части не работа в материале, а проектирование, вот это в голове компоновку этой студии нужно все продумать. Все взаимосвязано. Ткань сзади, впереди стена, треногу не поставишь, подходит смартфон до такого небольшого расстояния, глаза не бегают в стороны и все нормально. Получилось, и контейнер хорошо вывешивается. Но в вашем случае может быть все по-другому. И вот эти индивидуальные консультации я даю слушателям в моем курсе «Эффективный вебинар». Поделюсь моим ноу-хау при клейке зеркальца с отверстием на камеру, чтобы чаще видеть собственное отражение. Вот там оно чуть-чуть видно. Кроме того, я ставлю еще одно зеркало ниже, вижу сам себя, чтобы чаще свое лицо, чтобы управлять мимикой своего лица. И для повышения настроения использую эту комическую игрушку, которая помогает мне быть позитивнее. Как видите, я еще прикрепил сюда источник рассеянного света. Советую брать на авито такие профессиональные штуки там дешевле. Но как альтернативный вариант можно купить за 100 рублей светодиодную лампу, навигатор, LED-таблетка, теплого света этого вполне будет достаточно. То ли 100 рублей, то ли 4000 рублей. Эффект почти одинаковый. Теперь про программное обеспечение. Его главная задача состоит в показе текста в зеркальном отображении, как вы уже поняли. Я много провел экспериментов и остановился на вот этом бесплатном Simple Teleprompter. Не потому, что он бесплатный. Просто это программное обеспечение позволило управлять скоростью показа текста без помощника. Можно, оказывается, еще и помощника удаленного подключать, когда он сидит неизвестно где в интернете и управляет вашим суфлером. Это тоже находка. Мы умеем и такие вещи делать. Так вот, автоматическая прокрутка, да, работает везде, но чтобы избежать монотонности, как уже говорили, или ножна педаль. Я сам выступал на телевидении, вел программы, как брокер на фондовом рынке, читал новости по вечерам, меня транслировали, управлял педалью. Это еще то испытание. Это непросто. Используют еще кликеры для планшета, для ноутбука, но для смартфона они не годятся. Еще одно ноу-хау, можно управлять суфлером дополнительной мышкой, тоже за 100 рублей можно купить, которая подсоединяется через microUSB, miniUSB к вашему планшету, и можно управлять мышкой, если это у вас планшет. Так вот, как же без педалей, без смекеров? Я сделал очень простым, как видите, уже догадались, но очень эффективным способом решила эту задачу. При помощи вот этой программы TeamViewer. Она давным-давно известна. И при нулевых затратах, и вполне законно, не надо там ничего ломать и пиратствовать, управляет одним устройством через интернет бесплатно. Вот и вся технология. Что еще надо отметить, коллеги? Во-первых, сам текст пишется заранее, как вы уже понимали. Никто за вас его не сделает. Как говорил Александр Воробьев, для подготовки текста очень хорошо тем, кто плохо пишет по-русски, да и вообще всем главред. Вот такой сайт, где можно хорошо подготовить свой текст. Но это отдельная тема. Тоже у меня, в моем курсе отдельная тема. Как писать тексты? Там есть свои советы и трюки, их очень много. Допустим, текст готов, что дальше? А дальше ничего, ничего сложного. Ведущий, вроде бы бессовестно и нагло, но на самом деле выразительно и убедительно смотрит в глаза зрителю при помощи вот этого всего. И еще при этом умудряется периодически жестикулировать руками, без помощников-операторов. Вот о чем, коллеги, идет речь. Вот так вот смартфон, мой смартфон выглядит на экране уже персонального компьютера с помощью вот этой программы телесуфлер. Давайте я расскажу, как это все выглядит. Начальное окно суфлера нужно подготовить новый документ. Вот он, видите, вставляется этот текст из буфера, из верда, ваш готовый текст. Вставляется, выставляются настроечки несложные. Например, размер шрифта, чтобы читалось хорошо, фон, расстояние между строчками. Текст я рекомендую выбирать без засечек, а они там все без засечек. Вот у этого программного обеспечения они без засечек. У других есть самые разные шрифты, без засечек лучше читается. На черном фоне белые буквы рекомендую, хотя там все можно менять. Вот так вот выглядит окно текста в программе TeamViewer. Видите, зеркальное изображение наоборот. А вот так, с помощью одной единственной кнопки. Я вам рассказываю супер лайфхак, который вы нигде не вычитаете. Я вот сейчас сижу, нажимаю на правую кнопочку мыши, нажму, текст пошел, нажму, текст остановился. Все, я управляю собственным суфлером сам, без помощника. Себестоимость такого телесуфлера, как вы уже слышали, слышали, где-то 500 рублей, 250 рублей. Я купил за 250, сейчас уже за 100, вот этот держатель, селфи-палка и вот эта сама коробочка, без стоимости освещения. Я говорю только про телесуфлера. 500 рублей и все, вот и вся экономика. Но, если учесть сколько времени потратил на эксперименты, то мои трудозатраты составляют около 200 часов. Понимаете? Если вы сами захотите это все пройти, вам будет очень дорого. Но, благодаря счастью вот в этом вебинаре, если вы запишетесь на наш курс «Оффективный вебинар», вы это потратите гораздо меньше. Ну, для работы с суфлером, дорогие коллеги, требуется кое-что еще, без чего суфлер не спасет. Я обращаю ваше внимание. Не думайте, что все будет идеально. Чтобы речь была яркой, энергичной, необходима специальная дикторская подготовка. Механизмы публичной речи. Но давайте спросим себя немного еще о другом. Мы очень много видим вокруг себя таких решений, как компьютерная анимация. Селфи-палка крепится у меня на полке, на деревянной полке двумя шурупчиками. Спасибо за вопрос. Но это мой случай. Так вот, слайдовые курсы очень дорогие, надо долго учиться, графика, инфографика. Но скажите, пожалуйста, вот сейчас напишите ваше мнение. Когда результат убеждения будет выше? Если это будет, первый вариант, красивая анимация. Или второй вариант, отличный слайдовый курс, набор из картинок, все там крутится. Или третий вариант, страстная речь от всего сердца на вебинаре или в ролике. Три варианта. Анимация, слайдокурс или убедительная речь на вебинаре или в ролике. Когда будет самый высший вариант, который запомнится и который вызовет самые сильные эмоции. Человек, вот видите, человек. Вы можете, конечно, и поспорить со мной. Я люблю так, когда со мной спорят. Нужны и хорошие слайды, и правильно, и убедительная речь. Не знаю, насколько мои слайды хороши, но у меня первые и третьи. Да, да, да. Вот. Вот, смотря какая тема. Да, да, да. Спасибо вам за ваши ответы. Для отработки успешной публичной речи, коллеги, нужна, сразу скажу, индивидуальная, а также и коллективная работа. Не подумайте, что вот, а, прочитал и все получилось. Нужно уметь работать с лечебным аппаратом, не специальные упражнения. Вот в нашем курсе это и домашние задания, и небольшие микровебинары, где отрабатываются все эти навыки. Я вам сейчас дам, вот вы уже видите на экране, пять простых пунктов, и вы скажите, которые из них для вас наиболее критичны. Суфлер не нужен. Ну, попробуйте. Выучите текст на полтора часа на память без ошибок, без беконей, без беконей, дорогая Марина. Так вот, эти механизмы, которые вы сейчас соблюдаете, были выявлены не мной. Это анализ источников, начиная со времен Сократа. А также анализ результатов собственных вебинаров, в том числе и неудачных, как моих, так и чужих. Вот этот механизм, коллеги. Что для вас самое главное? Первый элемент – выбор целей. Со времен Сократа их делят на три вида. Это информационные, просто довести информацию, как я сейчас. Эпидектический, то есть эмоциональный, на свадьбах, на похоронах или на каких-то событиях, кого-то надо восславить, и бывает по цели убеждающий. То есть убедить, а не просто дать информацию. Вот сейчас отдаю вам информацию. Второй элемент – создание мотивации, интереса. Это значит выбор факторов, знать не только что, но и кому говорить, позиционирование, фрейминг из пиара, из маркетинга. Третий элемент – создание привлекательного имиджа ведущего, одежда, качество речи, отношение к предмету, умение держаться, отношение к слушателям. Четвертый – организация речи, упрощение, структура, иерархия. И пятый элемент – краткое содержание, содержащее выводы или призыв к действию. Вот что из этих элементов для вас самое главное и тяжелое? Удержать внимание, особенно важные два. Спасибо, Анна. Спасибо вам большое. Четвертая – организация речи. Видите, коллеги, это все века не вырабатывалось, но мы еще пока этим не владеем. Тут ничего как бы нового нет, но этим надо заниматься. Но почему-то никто особо, я не вижу предложений по именно вот этим комплексным решениям. Да, 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 да. Вот именно. Да, да, да. Спасибо, молодцы. Теперь я хочу вот что еще отметить про зрительный контакт. Наше время уже подходит к концу, но я успеваю в регламент. Главное вебинарах, мероприятиях – не перфекционизм, создание суперпрезентации или какие-то там инфографики. Главное – это комективизм. Вот понятно, что когда люди не смотрят друг другу в глаза, может показаться, будто бы они избегают разговора. Вот нужен именно зрительный контакт. Он помогает создать ту, решить ту задачу, которую вы хотите. Но тоже с интервалом. Спасибо, Галит. С интервалом где-то 4-5 секунд. Вот как я сейчас периодически смотрю в чат, на слайды. Это оптимальное сочетание, оно соответствует рекомендациям. На моих занятиях, на моих вебинарах еще, коллеги, мы изучим даже то, как правильно одеваться. Вот вы сейчас видите некоторые мои варианты одежды, не все из них удачные. Например, я дам некоторые советы, кто проводит вебинары или встречи с онлайн-клиентами. Нужно заранее продумать свою одежду, которую видно в камеру. Избегайте зеленого и красного. Зеленый подчеркивает красноту кожи. А красный будет отражаться на лице. Избегайте черного и других темных цветов, чтобы не быть слишком бледными. Избегайте желтого, чтобы не было синяков под глазами. Избегайте фиолетового, чтобы лицо не казалось желтым. Конечно, многое зависит от цвета вашей кожи. Например, смуглую девушку черный цвет не испортит. А вот полосатая частая полоска или активный принт на одежде могут рябить на экране. И поэтому лучше отдавайте предпочтение однотонным вещам. Очень важно заранее изучить текст ведущему. Отметить те слова, которые создают акценты. В этом случае ваша речь будет лучше, чем без подготовки. Новички, использующие суфлер, поначалу читают текст монотонно, как зомби. Вот это надо избегать, надо тренироваться. Если вы покупаете суфлер, давайте мы просмотрим варианты суфлеров. Будьте готовы, что нужно потренироваться. Мы это делаем на наших занятиях вместе. Итак, коллеги, вы увидели решение. Теперь можете сами формулировать свою задачу в разных вариантах. Но все равно у вас будут и ограничения, и перемены, которые вы можете влиять. И учитывать ваши цели. И вот теперь я хочу показать вам уже последний вопрос, который был запланирован сегодня. Как суфлер помогает моментально делать записи, добавлять субтитры. Нажимаете «Изменить ваше видео на Ютубе». Выбираете классический интерфейс, потому что поменялся недавно в Ютубе интерфейс. Возвращаетесь к старому. Там выбираете субтитры. Уже все готово. Добавляете русский язык поддерживается, только не автоматически, а точный ваш текст. Он распознает и синхронизирует вашу речь в видео с вашим текстом, который вы подготовили для суфлера. Выбираете свой текст из суфлера. Видите? Я его готовлю. Вставляю. Вставляете в Ютуб. И последнее – синхронизировать. Вот и вся практика, которая здесь. Вот он выполняется, синхронизация. Через какое-то время у вас в вашем ролике появятся титры, которые нужны именно вам. Не советую браться за хрупкие конструкции. Не беритесь использовать пластик вместо стекла. Он быстро поцарапается и качество показа будет ухудшаться. Теперь я хотел бы обратить внимание на ваши трудозатраты, про ваши деньги. Так вот, затраты на обучение полностью окупят вопрос суфлера, освещения, выбора платформы для проведения вебинара. Вы научитесь работать с любыми платформами. Даже с теми, которые у вас уже куплены, но вы узнаете самые интересные вещи. Освоите искусство публичной речи. Про создание презентаций я уже не говорю. Это само собой включено в программу обучения. Это будут вебинары с практикой. Вы узнаете много интересных вещей, которых никто никогда не рассказывает. Ну и еще хочу дополнить, что такие редкие вещи, как автовебинар мы будем рассматривать. Многие не знают, некоторые даже ругают, что нельзя так делать, когда человека нет, а вебинар идет. За и против рассмотрим на этом курсе. Очень подробно будем обращать на методы убеждения, начиная с древнейших времен. Что такое затемнение, что такое эвристика, прояснение в ходе публичного выступления. Очень много будет практики на этом курсе. Что такое дегрессия, узнаем, закон 15 минут и так далее. Все это мы рассмотрим в ходе нашего курса. Будет контрольное тестирование, а лучше будет выполнение заданий и получение свидетельств. Должны уметь работать в PowerPoint, у кого-то Keynote. Желательно должны иметь микрофон и программы для записи, но они не обязательны. Кстати, про Камтазию, это отдельная песня, вы сегодня ее увидите. Естественно, потребуется компьютер для участия в вебинарах. Как будет проходить обучение? Чисто дистанционно. Запись будет, конечно, будет, конечно, конечно. Дальше, коллеги, я хотел вам предложить еще поговорить с моим ботом. Вот я приготовил бота. Не буду сейчас отвлекать, но задача была моя в том, чтобы показать, что ни один бот не заменяет живого общения. Это очень интересный обот. И в качестве послесловия мнение профсообщества в группе профессионалов дистанционного обучения на первое место выделяет, причем одинаковое число голосов, и владение предметом искусства публичной речи. То есть, то, что я говорил, то, что мы обсуждали, оно постребовано профессионалами. Что вебинар – это самое лучшее средство для взаимодействия в обучении. Что активная обратная связь, видите, это мы много раз поднимали такие вопросы, нужна для того, чтобы решать учебные задачи. Но, возвращаясь к нашей работе, экономика и мотивация при этом должны оставаться в центре нашего внимания. И вот именно в этом курсе я пытаюсь целостно понимать вот эти вопросы. Видите, целостность, то есть, для чего, как и с помощью чего можно достигать успеха для решения своих задач. Вот, дорогие друзья. Теперь я готов ответить на ваши вопросы. Про суфлер все понятно. А что еще будет на курсе? Это будет и работа с программным обеспечением, и публичное выступление, и продвижение. Как готовить продвижение, в том числе лендинги, рассыпки и так далее. Чем курс отличается от остальных? Ну, я знаю точно, что суфлер не готовит никто. Спасибо за вопрос, Анна. Про суфлер вообще никто не говорит, хотя на массовых открытых онлайн-курсах, на Курсере, на нас, платформе, везде применяют эти суфлеры. Можно ли узнать конфигурацию? У меня 80 сантиметров, Галина, ширина моего стола, диаметр. Это небольшой стол. Вот впереди меня где-то меньше метра, ну, где-то тут метр двадцать. Я вот умещаюсь в этом расстоянии, и вы этого не чувствуете, а у меня все есть. Было очень, когда следующий вебинар? Ну, коллеги, в следующий вебинар, в январе начинается обучение, там будут вебинары, приглашаю вас всех туда. И гарантируете ли вы успех в создании, проведении вебинаров, как именно? Да, коллеги, я гарантирую успех в том случае, которое касается умения говорить, умения показывать, умения доносить какую-то задачу, формулировать, выбирать цель. Если у вас этой цели вообще нет, ну, такого быть не может, но вдруг, если теоретически такое наступит, я не знаю, что хочу продавать, я не знаю, чему учить и так далее. Конечно, тут суфлер не поможет. Я гарантирую, что при любом вашем начальном опыте вы получите свой результат. Нет суфлера, как можно научиться? Кстати, коллеги, суфлер это не обязательно. Есть масса способов, как без него обойтись и при этом говорить убедительно. Например, даже и не вешать никакое рядом специальное устройство. Я покажу вам, а пока сейчас коротко скажу, вы просто тезисами помечаете начало тех фраз, которые вы заранее подготовите. Обычно пишут весь текст телеком, а потом его сбивают в абзацы. И вот эти абзацы глянул и вспомнил, посмотрел и прочитал. Это нормально и без суфлера будет работать. И вот сейчас новый подарок от нас. Отличная картинка. Как сделать такой фон? Это тоже лайфхак. У меня есть специальная программулька. Называется, вспомнил, Йозайн. Не Сайн, а Йозайн. Которая помогает делать самые интересные компоновки и так далее. Могу вам показать, а слушатели моего курса будут давать пользование, пока они у нас обучаются строить самые интересные картины. Прочитать про суфлеры, я показывал источник, можно только в одном единственном учебнике и то для тех, кто работает в опере. Вот то, что говорил я, вы нигде больше не прочитаете. Есть масса советов, как сделать суфлер. Но часто слушатели подсказывают такие идеи, такие вопросы, которые я уже создаю заново. И это будет на этих курсах. Да, конечно, конечно. Все, что касается вебинаризма от и до, а также создания учебного видео, включая работу с Камтазией, вы получите. По-моему, я на все вопросы ответил. Еще один. О проблемах и трудностях. Вот спасибо за вопрос, Татьяне. Какие проблемы и трудности, с которыми столкнулся. Вот когда есть суфлер, когда есть текст, есть подготовка, никаких проблем нет. Когда у тебя чего-то не хватает, это мучение. Ты подбираешь слова, тебе стыдно, ты не можешь вспомнить. У тебя вот это мекканье-эканье. Это ужасно, дорогие коллеги. Вот это трудности. То есть при хорошей подготовке ты отдыхаешь. У тебя душа поет, речь льется и проблем никаких в жизни нет. И ты даже не устаешь в ходе такого вебинара. Да, да. Так, вот уже вопросы по оплате. Я прошу всех. Да, душа поет. Она должна петь. Она не должна страдать. Я же вижу, как страдают, вытягивают какую-то мысль, подбирают. Ну, вы сами это видели. Интересные, яркие, опытные мастера. И по этим своим слайдам не могут убедительно и быстро сформулировать свою речь. Я должен, как и обещал, отметить самого активного и самого интересного участника. Я сейчас это сделаю. Моя студия вопросов Владимира Георгиевича, по-моему, мы знакомы и рад вас снова видеть, находится дома. Если вы находитесь в учреждении, не беда, чем большая площадь, тем лучше. Или какая-то маленькая комнатушка, там какой-то уголок на кафедре, лаборатории, неважно. Вы можете сделать это то же самое. Если я смог, про свет я вам скажу, это тоже недорого получилось. Хотя это очень важно, работа со светом. Вы даже видите, вверху источник освещения, он создает, как правильно сказали, объемность. Я бы отметил Галина Ившина, мне очень понравилась Татьяна А, хороший вопрос про трудности. Все говорят про какие-то победы, но мало кто спрашивает про трудности. Давайте я вот сразу отмечу Анна Иванова, вообще у нас суперзвезда, самая активная, самые интересные вопросы. Но кроме нее я готов дать пособие по созданию ботов и моей консультации по суфлерам Анне Ивановой по сегодняшнему нашему мероприятию. Так, Александр Т. в описании. Да, я гарантирую, как именно? Я гарантирую. Вот вы сами подумайте. Вот вы сейчас увидели меня, вы ощутили результат, ощутили логичность, убедительность фактов, обоснованность их конструктивными технологическими решениями. Мне кажется, тут полный цикл сведений закрывается, начиная от теории и заканчивая практикой. Вот моя гарантия. Перечень вашего оборудования. Хорошо, Галин, я вам тоже вручаю подарок. Вы можете или по ботам, или по суфлерам все получить бесплатно. Моя консультация для вас за то, что вы так активно работали. Так, еще вопросов. У вас все очень легко и красиво. Спасибо вам, Анна. Вы слушаете. Это самое дорогое, самое ценное, когда есть слушатели, которые хотят что-то узнать. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Да, вот спасибо вам, Константин. Целостность, на мой взгляд, это самое узкое место всех, кто занимается в онлайн обучении. Одни вот любят методику, но сами не преподают в онлайн. И вот они рассказывают. Другие технарии, условно, они с упоением рассказывают о технических моментах, но тоже не преподают, потому что они технарии. И так далее. Другие хорошо знают там организацию, нормативно-правовое обеспечение и тоже не преподают. А есть, которые сами и учат, и что-то делают, и у них получается, но их мало, их не всегда видно. Я вот об этих, которые умеют целостно подходить, я больше всего думаю. Нет, не подумайте, что я сторонник. Вот Соломатин выступал на вебинаре нашей компании, говорил, что есть разделение труда. Это правильно. Каждый должен делать свое. Но когда речь идет о вебинаре, это в бизнес-молодости вебинары проводят там командами. Там имитаторы сидят, подписывают, заводят публику, кого-то там блокируют, задают вопросы, которые возбуждают вот эту социальную динамику, стадный инстинкт. Вот, но обычно так не делают. Обычно ты сам один проводишь свой вебинар. И вот ты должен и с платформой работать, и как опрос, и как аналитику, и как маркетинг, и продвижение вебинара. Его еще нет, но надо его продвинуть. У нас был очень интересный опрос, и там мнение маркетинга вебинара. Интересные авторы не могут себя продвинуть. И вот эту целостность я и продвигаю. Спасибо вам, Константин. Константин, свяжитесь со мной, вам тоже. Я вручаю свой подарок перед Новым Годом такой добрый. Или боты, или просуфлер дам вам визуальную консультацию. Ну что, друзья, так еще вопросы не заканчиваются. Супер, Галина Ившина, супер вам. Супер Казани, которая посетила наше сегодняшнее мероприятие. Да, я вот всех, кого назвал, я вам всем вручаю. Так, Анна Дугина, по-моему, я вас знаю. По-моему, вы работаете в супер библиотеке. И мы проводили с Юрием Черным, да, вот это мероприятие. Нет, нет, Комус. Ну, извините, Комус, я тоже не знаю. Комус. Вот, рад, что вам понравилось. Если у вас еще остались какие-то самые потайные вопросы, я еще какое-то время здесь. Спросите самое-самое сложное, что вы еще, может быть, не спросили, или вы стесняетесь. Спрашиваете. Но, повторяю, ваши затраты на обучение на этом курсе, они окупятся многократно. Потому что такого вот комплексного изложения вы нигде больше не найдете. Это и мой опыт, и анализ, и сочетание. 14 упражнений на речь я даю. Не подумайте, что я такой уж великий оратор, но я проходил подготовку у диктора федеральных каналов. Не просто подготовку там читал, слушал, но выполнял практические задания. Я знаю, как это работает, как работают дикторы. Я знаю технологии, вы их увидели. Так что приходите, и вы это тоже все получите. И самое главное, это практический опыт. Теорию. Понятно? Она, в принципе, уже закончилась. Это практики. Я работаю индивидуально, иногда в группах, в микровебинарах. Так, ну что, у меня, наверное, больше вопросов ко мне нет. Я всех еще раз благодарю. И, наверное, буду отключаться. Наверное, буду отключаться. Я всем выражаю благодарность. Я не боюсь проблем. Я люблю проблемы, потому что я их люблю решать. И люблю не только свои проблемы, но и чужие проблемы решать. Вы в этом убедитесь, что процентов в том курсе, который вы увидите, который вы запишетесь и получите, вы не пожалеете. Так, так, спасибо. Спасибо вам, спасибо вам. Ждем вас. Ждем вас. Рассылочка будет обязательно. Возможно, еще будут какие-то рассылки дополнительно по секретам этого курса. Например, я вот не касался автовебинара, а он позволяет без участия человека проводить вебинар. Это не роботы. Это особая технология. И она может давать ей экономические эффекты. И я расскажу, как легально, как законно с этим работать. Это просто сказка. Где человек записывается, участвует в вебинаре, где никакого ведущего нет. Да, еще есть такой термин, называется не антивебинар, а контрвебинар. Тоже мало кто об этом знает, но это работает. Это используют, я покажу, где это используют, на этом зарабатывают. Некоторые негодуют, говорят, это неправильно, это нечестно, это обман. Простите, если мы говорим заранее, что там не будет человека, но там будет вебинар. Почему это нечестно? Нечестно, когда имитируют, что там есть ведущий. Приходит человек и расстраивается. Никакого ведущего нет, а задача решается. Я расскажу вам даже еще более удивительные вещи, когда человек не просто смотрит запись вебинара, он продолжает общаться, социальные взаимодействия в записи. И получается аналитика, когда задали вопросы, когда идеи поступили, появляется дополнительный таймлайн активности слушателей, которые дают новую информацию. Как скажешь, коллеги, я занимаюсь этим постоянно, это не сказка, но со стороны это действительно похоже на невероятную сказку. Об этом не говорят на конференциях, об этом не пишут в книгах. Это есть именно та наработка, которая придается из рук в руки. Она не просто говорится, она еще и практически осваивается. Спасибо вам за ваши вопросы. Ну, я чувствую, вы не хотите расходиться, да? Осталось три человека, наверное, надо уже прощаться. Да, коллеги, три человека, давайте прощаться, запись все получите. Жду вас в нашем курсе, там будет очень горячо. До свидания. До свидания. Всего доброго.